Добрый вечер! У Гомель пробыла миссия назиральника у АДАБСЕ. Сегодня ее члены наведали областную комиссию по выборах депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь. У складе миссии долготерминовых наглядальников три группы по два человеки у каждой. Почас встречи размова ишла об практичном применении дзеючего в Беларуси законодавства в выборах. У приватности наглядальников цикавят пытания формирования и дейности комиссии, процесс регистрации кандидатов и предоставляемая им макшимости для проведения агитации. Нагадаем, что в 17 округах за депутатские мандаты в Гомельской области будут взмагаться 74 претенденты. У делу выборчей кампании принимают представники девяти политических партий. Я думаю, что наше сотрудничество будет продуктивным. Мы сегодня готовы оказаться действием для полного информирования международных наблюдателей о том, как проходит сегодня подготовка к проведению выборов на территории Гомельской области. Аграры Гомельщины пересягнули рубежу миллион тонн сбожжа и упевнен нарушать до финишу уборочной. В оголе в большинстве районов в области она практически завершена. Улику лидеров – Речицкий район. И он первым на Гомельщине завершил массовую уборку сбожжевых и унес коля 10% у хлебный каравай региона. Звышь тысяч тонн сбожжа в области намолотили больше, как 170 экипажей у комбайнеров. У лидерах с поборниц 2 механизаторы к СУП, агрокомбинат «Холмич». Два экипажа намолотили амаль 4 тысяч тонн сбожжа. Сгодно с запошними личбами Гомельская область все лето один на Украине перевышает летошний покажчик урожайности. Средняя урожайность по области составляет 31,4 центня раз в гектаре. Это выше уровня прошлого года, более чем на 6%. В ближайшие дни мы планируем завершить уборочную кампанию и иметь не менее миллион 100 тысяч тонн зерна. Школы Гомельской области готовы до працы в 2016-2017 навучальном годе. У основным работы по подрихтовцу установ адукации региона тычились безпеки детей. Одновляли огороджи, проверяли электропроводку, заменяли оконные рамы. Так само была протягнута праца распачатая летность по замене харчблоков и санвузлов. Усяго у новым навучальном годе у школы Гомельской области за парты сядуть больше, как 150 тысяч навученцев. Больше за 16 тысяч из них – первоклассники. Подрабязненности в нашем наступном репортаже. По коль школьники на летних каникулах, у педагогов начинается самая гарячая пора. Подрихтовка установ адукации до нового навучального года. И в этом процессе треба уличить усе детали. Акцент безумовно робится на створении безопасных умов для детей. У середней школы номер 24 города Гомеля, например, за летний период, выканали работы, накированные на захование энергоресурсов, утепление и изоляцию труб, рамонт, тепловузла. Привели у парадок навучальные классы и пришкольную территорию. У этой установки адукации выховывают не только юных прихильников науки, а так само зорочек спорту, бо тут функционуют специализованные классы. Для детей за все дымкнуться створать комфортные умовы для навучального процесса и реализации спортивных и творческих вздольностей. Далее, все работы по подрихтовке средней школы номер 24 города Гомеля до нового научного года робили уластными силами и за позабюджетные сроки. Все эти работы мы смогли выполнить только благодаря помощи наших родителей, педагогического коллектива, технического персонала, а также наших учащихся. Каждый год мы стараемся привнести в родную школу что-то новое, чтобы каждый уголок заиграл новыми красками, и чтобы нашим детям было комфортно и уютно в нашем общем доме. По коль педагоги наводят опошние штрихи у подрихтовцы школ до нового научного года батьки займаются подбором отповедной экипировки для своих детей. Широкий ассортимент самых разностайных товаров юным же храм Гомельшины пропонуют школьные кирмаши. До нового научного года в регионе их плануется провести каля 200, а в областном центре денежут три основные гандлевые пляцовки. Самая буйная из них працует по выходных на площади Паустанья. Еще два постоянно деючих школьных кирмаша размещаются каля крытого павильона центрального рынка и гандлевого дома Речицкий. Тут дитяшую вопротку обуток и канцелярские товары можно набыть до шатвертого веросня у Клюшна. На наших ярмарках достаточно широкий ассортимент как письменных принадлежностей, школьных, канцелярских товаров, а также одежды и обуви на различный вкус и, соответственно, финансовые возможности родителей. Младшего школьника можно подготовить к школе в ценовом диапазоне от 200 до 400 рублей, а ученика старших классов от 250 до 600 и выше рублей. Покупникам на школьных кирмашах пропонуют деловые и спортивные костюмы, разностайные каляровые гаммы и фасонов для всех узростовых групп наученцев. Что тычется канцелярских товаров, от пропонованного пиролику малявничих сшитков, нататников, ручек и инших необходимых в учебе речев разбегаются в очи. Треба означать, набыть товары на школьных кирмашах можно по сниженных ценах. Державные гандлевые организации и индивидуальные предпринимальники пропонуют приемные скидки. В основном белорусский товар наш. У нас поставщики предоставили очень хороший выбор товара. Качество очень хорошее, в основном все натуральное. Предоставляются скидки от 5 до 15%. Усяго в новом научальном годе у школы Гомельской области за парты сядуть больше как 150 тысяч наученцев. Больше за 16 тысяч – за их первоклассники. В регионе будут працевать каля 500 агульно-эдукационных школ и 450 дошкольных установ. В новом научальном годе будет обновлен и штат педагогичных работников. Плануется, что в установе адукации придут каля 900 молодых специалистов. Урочистые линейки, присвеченные початку научального года, пройдусь на Гомельщине 1-го вероятеля. Для первоклассников в этот день отбудется гостевый тематичный урок «Нам свет» завещено Бирахчим. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Максим Славин. Телерадвё компания «Гомель». Про экспорт туристичных послуг ишла размова по час нарады, икая отбылась и у Гомели. Удельники подвели выники за первое по угодзе, а так само вызначили перспективы на будущее и наметили в шляхе в решении проблем, которые иснуют в этой сфере. Гомельская область взаимает третье место у республицы по экспорте турпослуг. Наша доля – 7% от агульного показчика. По выниках работы у первого по угодзе прогноз по экспорте туристичных послуг выконали 9 районов в области, а так само Гомель. Середние личбы по регионе – амаль 90% до узровню минулого года. У грошовым выражениях это больше, чем 3 млн 600 тыс. долларов США. Ильвину долю принесла реализация комплексных туристичных послуг. У основным это санаторий. В середине холодных задач на будущее экспортерам треба робить упор на казание не одной конкретной послуге, а целого комплексу, что больше зручно для клиента. Мы хотим сегодняшним совещанием нацелить всех, чтобы мы больше внимания уделили комплексу предоставлению услуг, чтобы один турист приезжал, не только платил за ночлег, но мы ему предлагали еще какие-то варианты услуг. Транспорт, приобретение путевок, билетов, музейные наши экспозиции. То есть все то, над чем сегодня у нас есть и над чем сегодня можно поработать. Первый волонтерский отряд выехал сегодня для наведения парадку на былую сядибу початку 19-х Астагодзе в Весцыхальч Ветковского района. Як чекается на протягу двух месяцев, тут отбудется некальки суботников. Алексин Серов ознайомился с учасным станом и потекавился будучи ней одного из самых цикавых объектов историко-культурной спадшины Гомельской области. После революции Громадзянской войны тут проживали беспритуль, потом находилась администрация турмы для женщин и детей Народного комиссариата внутренних справ. В наступные годы в былой сядибе размещались клуб и колгасная контора. С конца 70-х годов минулого сядиба належит Гомельскому полосово-парковому ансамблю. В той час будинок еще находился в унедренном стане и размыва об его реконструкции не было. После ляки мрази тут навод выставы проводились. Проблемы начались не где на початку 90-х, когда не стало союзных сродков, а в Беларуси необходимо было терминово выращать по-чернобыльской проблемы. Нельзя сказать, что инвесторов никто не шукал. В 2012-м, например, один из белорусских предпринимательников выказал в жадание створить тут элитный медицинский реабилитационный центр или реализовать планы не с долю. Для новых потенциальных инвесторов полосово-парковый ансамбль расспросовал некий пропанов. Здесь можно сделать такой культурно-музейно-культурно-развлекательный центр. Часть помещений используется под музейную экспозицию, часть под гостиницу, часть можно какой-то зал для проведения торжественных мероприятий. Потому что здесь очень с той стороны есть площадка с выходом на террасу и прекрасный вид на реку Сож. Поэтому это может быть многофункциональное учреждение развлекательного типа. Усе работы по наведению парадку на территории Сядибы у Весы-Хальч у полосово-паркового ансамбля узгоднились с Министерством культуры. В администрации кажут, что только сё лета выездов волонтёрских отрадов будет некакий, а в наступном годе работы протягнутся снова. Уречься, размолы идей не только по наведению парадку на объекте историко-культурной спадщины, а и створением активностью для проведения тут полномасштабных пошуковых работ с уделом прессийных археологов. Волонтёрские работы будут проводиться ещё не раз. В дальнейшем планируется, во-первых, найти старинную лестницу, ведущую к реке Сож. Во-вторых, нужно провести археологические раскопки для того, чтобы выявить фундаменты двух флегелей, которые находились возле усадьбы. Но для этого нужно ещё получить открытый лист и, собственно, расчистить парк. Олег Сентюров, Игорь Маришенко, телерадио-компания «Гомель», Ветковский район. Держаутоинспекция «Гомельщины» обзавелась службовым аутобусом, який при необходности сдольный не только пераутвориться у мобильный блокпост «ДАИ», а лей выконвать самый широкий спектр службовых задач. Новая техника – экспериментальный проект, и покуль, что ён немая аналога в Украине. Во управлении Держаутоинспекции по Гомельской области отбылась и презентация нового, обсталеванных по опошнему слову техники и транспортных осродков. Службовый аутобус «ДАИ» оформлены в стиле профессийной символики и оснащены усими необходными сродками гукового и светлового оповещения. Салон машины обсталеваны только с участными электронными системами выявления порушальников, радарами, аппаратно-програмными комплексами, видеорегистраторами и радиостанциями, які працуют на разных частотах. Мы можем реагировать на процессы перемещения потоков транспорта непосредственно на трассе любого значения, развернуть стационарный пост, работать в режиме фильтра, тем самым контролировать вопросы законности перемещения товароматериальных ценностей. Есть очи у «Кветок». Выстава картин под такой назвой открылась у галереи Палаца Румянцевых и Паскевичев. Творы ведомых гомельских мостаков у жанры натюрморта представлены на суд гостей экспозиции. Одна из первых докранулася до пригожиха и наш корреспондент Ганна Коральчук. Коллекция музея Гомельского палацево-паркового ансамбля наличвая больше за тысячу полотнов и пополняется каждый год. Зрабить выбор на корысть флористичных мотивов для новой экспозиции супрацовников музея натхнили поэтичные родки Марины Цвятаевой и Расула Гамзатова. Жнивень – это самый час, ка б парадовать себя саковитыми фарбами адыходящего лета. С малевничих творов на нас глядзять разнастайные кветки – «Лилеи», «Вергинии», «Слонечники», «Мальвы» и «Флоксы», написанные гомельскими мостаками с великой любовью. Мы поместили информацию о художниках, чьи работы здесь представлены, и которые давным-давно ушли из жизни. Это и художники, которые обучались искусству в начале 20-х годов, ну и безвременно ушедшие гомельские художники, например, Гайлевич Александр Владиславович. Ну а также и живые, ныне здравствующие художники, они здесь пришли к нам на выставку. Выявы кветок передают глядачу позитивный настрой и ставление до життя, властивая их аутарам. Творы намалеваны у академичной манеры. Основная частка полотна – это акварель, але есть картины, выполненные аллеем. Аким Шаученко, Мария Ягорова, Алена Машкоўцева и іншые – вядомые имены складают золотый запас фонда у музея. На открытии у гостей выставы была махчымасть сустреца и пагутарыць с некоторыми мастаками. Цветы – они белые, и ландыши, и нарциссы. Они в этом свечении закатного солнца дают такое мягкое, уютное ощущение теплого вечера. И она иконографична. Она, в принципе, сделана в формате иконы. У неё даже есть такой ковчег, как иконы, иконный такой фон. И вот цветы, как элемент творения, тоже присутствующий. И тоже, как я говорю, скоротечности жизни и цветов, и людей, расцвет, вядание. Ганна Каральчук, Михаил Рабков, телерадио «Кампания Гомель». Поважанные глядачы, с 16-го жнивня на телеканале «Беларусь-3» с 19 до 21 глядзите перед выборной выступлённи кандыдатау у депутаты Палаты представников национальных асходов Республики Беларусь 6-го скликанья. А с 24-го жнивня вы зможете почуть выступлённи кандыдатау у эфиры «Радео Гомель-ФМ» на хвалях 101.3 с 7 до 8.1 ранецы. Час, вызначенный у вынику жарабьёвки. И на гэтым наш выпуск завершенный у студы працывала Наталья Игнаценко. Усяго вам добрых, а до новых сустреч у эфиры.